телега незавершенных отношений что такое завершать отношения что это вообще за понятие такое попробуйте представить что после каждых отношений например с бывшим мужем с подругой с папой с мамой после каждого человека остается какая-то такая деревянная телега которая которую вы запряжены и в этой телеге есть энное количество каких-то мешков они все достаточно тяжелы каждый мешок это какое-то ваше воспоминание причем не обязательно какое-то грустное или печально или злое или обильно иногда это очень радостно иногда это мешок благодарности какой-то неотданной то есть каждое воспоминание это какой-то мешок и этих мешков там бог знает сколько и мы как правило не умеем то есть нас этому не учат не умеем эти мешки perquè разгружать мы не умеем до проживать эти эмоции до конца нас наоборот самого садика начинают обучать что ой на обиженных воду возят и бояться нельзя и злиться что ты злишься а завидовать вообще нельзя а чё ты жадничаешь то есть на самого садика обучают не проживать эмоции поэтому мы их все копим и они все в нашей телеге остались и вот мы прем остались отношения не знаю там мама уже живет давным-давно отдельно а мы отдельно а мы этот эту телегу и там а мешков может быть 20 а может быть 40 мы ее прям потом добавляется еще мешки там новые телеги и так далее что значит завершить отношения что делать в терапии в терапии мы сначала этим мешкам начинаем подписывать название то есть прям берем листик и начинаем писать пункт 1 я не знаю там я пошла в садик например там в дрявых носках и это мне было стыдно настолько что я три дня не поднимала глаза ни на кого да или там и мы начинаем вот каждому мешку вспоминать что-то там а вот здесь я просила там не знаю ботинки мне не купили сказали там губу за кота или что-то еще или там и и поехали то есть мы начинаем список этот список мы как-то называем да то есть название телеги например телега про маму или телега про бывшего мужа или телега про подругу и мы сначала прям по пунктикам начинаем все чуть вспомнится обычно за раз вспоминать сначала пунктов 15-20 пока мы это прорабатываем может там возрасти до 25 до ну 35 ни разу еще ни разу не встречала чтобы было больше то есть вот каких-то таких воспоминаний которые у вас накопились за весь период отношения с этим человеком то есть сначала ставим подписи на мешках на листики просто выписали потом что мы делаем дальше в терапии дальше мы эти мешки начинаем группировать группировать ну например вот все не подарки в одну кучку все каждый раз где там мне сказали что я страшно или там или тупая или еще что-то в другую кучку в третью кучку там я не знаю все что мне говорили там ну еще про какую-то тему да там что хозяйка например я какая-то такая или не такая и вообще муж я выбрала не того и воспитывая детей неправильно то есть ну вот какие то там да все комментарии которые вам предположим мама там говорила еще одна кучка например где вас обесценивали это допустим как маму предположим то есть мы группируем что делаем дальше за одну встречу с психологом примерно за час-полтора можно от либо от одного мешка полностью избавиться либо от одной кучки это зависит насколько в этих кучках там разбросанность по возрастам было то есть например если воспоминания 35 и 7 лет но их можно как-то сгруппировать вместе если воспоминания были там три года и например когда вам было 25 лет то ну как то скорее всего придется на разных сессиях отрабатывать завершение отношений с психотерапевтом заключается в том что мы эту телегу распознаем подписываем а потом полностью освобождаем то есть мы делаем так что у вас в этой воспоминания не останется вообще не останется настолько что вы не сможете даже потом вспомнить почему вы развелись с этим мужем или с этой женой вы не сможете точно нормально вспомнить почему вы так сильно расстались этой подругой там или еще что-то да то есть уйдет настолько наступит облегчение что у вас просто пусто будет на душе. То есть не то, что подавили и засунули, а вот именно «ну не могу вспомнить, ну всё, мне всё настолько было понятно, и они просто уходят». Это называется завершение отношений. По-хорошему это, конечно, делать не только в отношениях, которые завершены, но и желательно очистить это заранее. Вся прелесть этой методики заключается в том, что вы не только почистите, а вот этой очисткой вы ещё делаете прививку себе против того, что в будущих отношениях такой фигни уже не было. То есть это происходит автоматически. Если вы посмотрели, что вот здесь вы завиноватились, а оказывается вы были вообще ни при чём, то в следующий раз, когда вас опять кто-то пытается завиноватить, вы уже этот халат вины просто не одеваете. Вы уже знаете, как это бывает, что «да нет, да у тебя там своих косяков, ну не знаю, свои мухи в голове, слушай, это ко мне не касается, не знаю, ты орёшь, это ты про своё орёшь, я тут ни при чём, разбирайся сам». То есть будет уже прививка, вас уже будет невозможно надеть на вас какие-то чувства, которые совершенно не ваши. было ли понятно, было ли полезно, чистили вы свои отношения, знаете ли вы свои телеги, свои мешки? Жду комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!